и за жизнь жителей нашего города, чтобы все мы были и здоровы, и жили в красивом, приятном городе. Поэтому из сегодняшнего собрания мы приглашали, конечно, пенсионеров, ветеранов и жителей города. Но мы, прежде чем провести это собрание, мы собирали у жителей города вопросы, вопросы. И уже разделили эти вопросы, какие к кому относятся. Здравоохранению, которые относятся к ЖКХ, относятся к администрации города. И, естественно, к администрации района мы тоже взяли вопросы. И сегодня только на эти вопросы к администрации района мы пока отвечать не будем. Потому что мы обговорили эти вопросы и посмотрели, что больше всего они относятся к главам поселений. И поэтому мы обратимся к главам поселений 20-го числа, у них будет совещание, и я на этом совещании оглашу все эти вопросы. Повестка сегодняшнего дня у нас следующая. У нас многие попросили сегодня выступить. И вы попросили сообщение у нас, сообщение председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Партнер». Попросил сообщение, это Абрамашвили Артур Владимирович. Попросил сообщение начальник Сбербанка, Зарянова Елена Владимировна. И небольшое сообщение сделаю я. Дальше у нас выступит единственный депутат, который пришел отчитаться за свою работу. Это Чикишев Геннадий Павлович, заречная часть города, депутат городской думы. Дальше у нас появятся вопросы по ЖГХ. Я думаю, что вопросы 1, 2 и 3, о которых я сказала, сообщения, они будут очень небольшие. Буквально в пределах 3-5 минут. Больше нам тут не понадобится. На вопрос депутата мы, давайте, выделим, он просит чуть не час, но 10-15 минут. Да? Урежем капельку. Вопросы ЖГХ тоже мы обговорили и с Фиктором Николаевичем решили, что он уложит на нас тоже 10-15 минут. Так, Михаил Николаевич? Устраивает. Устраивает? Отлично. Ну а вот вопросы здравоохранения и работы администрации города у нас будут, наверное, немножко больше. К каждому из присутствующих здесь, кто отвечает, даны вопросы, они давно у них все на руках, еще до 30 апреля, когда наше собрание сорвалось. И поэтому я думаю, что они все подготовлены к тем ответам, которые есть. Итак, пожалуйста, первое сообщение я представляю при суда. Это председатель управления КПП «Партнер». Всем доброго дня, особенно ветеранам, пенсионерам. Я руководитель КПП «Партнер». Меня зовут Артур Абрамишвили. Хотелось выразить вам заодно уж, есть такая возможность, почет, уважение от нашей организации. Нам было приятно и на митинге 9 мая поздравить всех ветеранов и пенсионеров с этим праздником. Выразить еще раз благодарность за ту победу, ведь именно сейчас мы благодаря вам живем в мирное и спокойное время. Я хотел сообщить, что с ветеранской организацией район у нас заключено соглашение, на котором мы оказываем всемирную поддержку как организационную, так и финансовую. Для нас это очень важно. За такую поддержку огромное спасибо. Мы живем ради этой организации. Нет, это мы ради вас. С особым вниманием и уважением мы относимся к пенсионерам. Так, предъявив пенсионное удостоверение, вы сможете получить у нас заем на любых условиях в течение одного дня для решения каких-то неотложных задач. При этом каждый заем у нас застрахован, и чтобы обязательства не легли на плечи разума. Кроме этого, в партнере вы можете приумножить свои сбережения, доход, по которым составляет до 18% за год. Конечно, пенсионерам и ставка повыше, и есть возможность накопления. Возрастные рамки для сберегателей отсутствуют. Все сбережения застрахованы у нас. Кроме этого, договором предусмотрена передача накопленных сумм наследникам по завещанию при возникновении такой необходимости. И хочется также сказать, что наши вежливые специалисты всегда готовы выслушать каждого клиента и помочь. К каждому мы находим индивидуальный подход и гордимся, на самом деле, тем, что люди приходят снова и снова. Вкратце хотел рассказать об этом, подчеркнуть некоторые моменты. И спасибо вам за внимание. Будем рады вас видеть в нашем вебом офисе по адресу город Белая Холуница, улица Евгенийная, 15 А. У меня короткое сообщение. Спасибо вам большое за сообщение. Всем еще раз добрый день. Я руководитель дополнительного офиса Сбербанка в городе Белая Холуница. Зовут меня Зарянова Елена Владимировна. Кто еще не знает. Сегодня я хочу вам рассказать и напомнить о тех банковских продуктах, которые Сбербанк выпускает для категории пенсионеры. И что новенького говорилось по данным продуктам. В преддверии летнего сезона наиболее актуальна, наверное, будет банковская карта. Хочу напомнить, что Сбербанк выпускает банковские карты для получения пенсии. Так называемые социальные карты. Для пенсионеров эти карты совершенно бесплатные. То есть сам пенсионер за карту ничего не платит. Кроме того, Сбербанк за неиспользованные средства осчисляет проценты. 3,5% годовых. Независимо от того, пользуетесь вы деньгами на карточке или нет. То есть получая пенсию на банковскую карту Сбербанка, вы самостоятельно можете регулировать свои поступления, свои доходы. То есть пенсию вам не нужно будет дожидаться дома. Предположим, вы поедете в гости, поедете к родственникам. Кто-то воедет отдохнуть. На всей территории России вы можете воспользоваться деньгами, то есть пенсией со своей банковской картой абсолютно бесплатно. В банкоматах и терминалах Сбербанка. Наверняка не сразу все деньги вы расходуете. По мере необходимости вы можете снимать деньги частично, при этом получать проценты на остаток средств на карте. В нашем городе стала развиваться услуга оплаты товаров со счета банковской карты. Много магазинов сейчас у нас уже начинают применять данную услугу. Это магазин «Пятерочка», аптека, магазин «Пысячные лачи», заправочная станция «Евросеть», магазин «Хороший». Появляются терминалы и в других магазинах. Хочу обратить ваше внимание, что независимо от того, терминал какого банка установлен в торговой точке, сам клиент, сам покупатель ни копейки не заплатит за обслуживание по карте. То есть на какую сумму вы сделали покупку, такая сумма и уйдет с вашей банковской карты. Никакой комиссии, никакой банк взимать не будет при этом. То есть не опасайтесь терминалов, которые стоят в магазинах, терминалы, если не соответствуют банку, который выпустит вашу карту. Еще хочу обратить ваше внимание, что Сбербанк проводит акцию при расчетах по карте вы получаете бонусы, которые копятся и могут быть использованы для расчета за товары в качестве скидки. До 31 мая у нас также действует акция по потребительским кредитам. У нас нижний процент на ставки и можно получить кредит от 14,5% годовых. Для тех, кто получает пенсию на карту Сбербанка или на вклад Сбербанка, есть тут дополнительные скидки. Скидки для пенсионеров, получающих денег на Сбербанке, они бессрочны. То есть 30 мая, 31 мая не ограничиваются. Ну и последнее сообщение. До 30 мая у нас действует акция по вкладам. Тот, кто откроет вклад в Сбербанке на срок не менее 1 года, на сумму не менее 35 тысяч рублей, имеет шанс участвовать в розыгрыше призов от Сбербанка. Сбербанк России проводит розыгрыш призов, розыгрыш трех квартир. Будет выплачиваться эквивалент стоимости квартиры, 5 миллионов рублей, 3 приза закипали. И 3 тысячи призов на сумму 3 тысячи рублей. То есть вот эта акция проводится Сбербанком России. На данный момент у меня все. Если, может быть, какие-то вопросы мы сделали по работе Сбербанка за тем продуктом, на который я рассказала, или, может, по другим вопросам, готовы ответить. Есть вопросы? Уменьшайте ставку по кредитам. Уменьшайте ставку по кредитам? Да, пожалуйста. Что хочу сказать на этот вопрос? Во-первых, у нас ставки, как и в других кредитных учреждениях, устанавливаются индивидуально. Ставки зависят от наличия или отсутствия обеспечения, то есть от поручительства. Если есть поручитель, то ставка ниже. Нет поручитель, ставка повыше. Зависит от того, получаете ли вы зарплату в компании, что в Сбербанке на карту банковскую, либо на вклад, или нет. То есть это идет на понижение ставки. И также от наличия кредитной истории. Если вы уже брали кредиты и рассчитывались своевременно и регулярно, то это тоже играет на понижение процентной ставки. На данный момент процентные ставки в Сбербанке варьируют от 14,5% до 25% годовых. Пользуйтесь вспомином акции. С другой стороны, у нас здоровая конкуренция. В Белой Курице, как и нигде, можно проследить. У нас, кроме четырех банков, присутствуют еще и другие. Опять же, финансовые учреждения. Ну и у клиентов есть выбор. Вот вы говорите, если положим на год 30 минимум тысяч. А как вот это, что-то участвовать хочется? Как принять участие? Да. Поняла. Вы отправляете вклад. И тут же вам контролер помогает отправить СМС-сообщение. Слово Сбербанк на номер 1227. Если у вас нет фотого телефона, можно с любого телефона. Контролер, как бы, у нас есть телефон, который принадлежит Сбербанку. Либо с этого. Не важно, чтобы он обязательно не должен, как бы, на вашу комитет, с им карты зарегистрировали. То есть вы отправляете слово Сбербанку, номер 1227, и у нас идет, как бы, выгрузка из базы. То есть те клиенты, которые за период действия акции оформили данные вклады, они автоматически становятся участниками. А как я узнаю? Как вы узнаете? Розыгрыш трудов будет проводиться 30 июля. 30 июля. С 30 по 10 июля будут устанавливаться победители. С 10 августа по 31 августа будут вручаться призы. Как вы узнаете о том, что вы получили приз? Вам, опять же, будет выслано смс-сообщение с того номера, с которого вы посылали слово Сбербанк при открытии вклада. Вас будут информировать также по почте. Через Сбербанк будут разыскивать, если не найдут. Вручение призов с 10 до 31 августа. Найдут обязательно, да? Найдут обязательно. Я не участвую. По крайней мере, как бы, участвую в этой акции, вы ничего не теряете, вы вставляете вклад, вы получаете проценты от Сбербанка, ну и, кроме того, участвуйте в акции на розыгрыш, в квартире. Есть еще воприс? Нет? Большое спасибо. Всем спасибо за внимание. Реклама для ответа. Оставлю Светлане Леонидовне. Нет.